Враг вступит в законную силу. После этого им придется подавать заявление на развод. Разводиться придется через суд. А это может затянуться очень надолго. Нет. Он бы не стал так поступать. Ну а так? Он мне написал. Считал я 20 лет спустя. У меня на нас же свидание. Короче, я собираюсь. Я вообще сама чуть-чуть вера мне подавилась. Я сама не верю. Все, пока, давай. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте. Я к вам записалась заранее. Говорят, вы на самый лучший визажист в городе. Да, вообще, очень удивительно, что ко мне попали. У меня, конечно, запись на полгода вперед. Дело в том, что у меня очень важное мероприятие. Я встречаюсь с мужчинами, мне делись 20 лет. Да что вы! Это сколько вам лет? Около 55, наверное? Нет, 48. А, ну я почти угадала там недалеко. Вот важная встреча, поэтому я хотела бы... Я, в принципе, сама умею краситься, но думала, что для такого мероприятия нужно все-таки, чтобы специалист... Но сторонняя помощь, конечно, понадобится, потому что как бы работа не початый край все-таки. Так, а что мы с вами будем делать? Макияж, правильно же? Да, да, да. Потому что я еще и укладки делаю, и брови, и маникюр, и вообще как и психолог еще работаю. Ну, сами понимаете, да, профессия обязывает. Я смотрю, вы в Леопарде, ну, вы такая модная, сейчас это стильно, здорово, что вы за модностью следите к силу возраста, да, своего обычного. Да, да, да. Да, ничего. Так, Леопард у нас сейчас моден, вы такая кошка, прям, да? Ну, да не, знаете, как бы такая... Ну, мне кажется, просто голубенькая такая, красивая мне просто, мне кажется, к глазам подходит. Ну, кажется вам. Я думаю, что тогда сделаем яркий макияж, раз у нас Леопард, то мы сделаем, наверное, смоки, предлагаю наклеить ресницы. Контур губ у вас уже с силу возраста не очень четкий, поэтому сделаем почетче контур, поярче губы, вижу купероз. Ну, тут, конечно, я это скрою, но вам нужно к косметологу. Боток с колем? Нет. А пора? Да. Уже давным-давно пора, если бы раньше бы начали, может быть, таких проблем бы и не было возраста. А мне казалось, что, в принципе, мне неплохо. Ну, а хорошая вам казалась, ключевое слово. Давайте начнем, я сделаю все в лучшем виде, профессионал я хороший, поэтому я думаю, что вы останетесь довольны. Ну, чтобы времени не терять, давайте начнем. Да, ну, давайте, да. Я, правда, думала, что, может быть, что-то натуральненькое, чтобы так все-таки, чтобы он не хотел, чтобы он не узнал. Ну, давайте по ходу действия решим. Да, купероз, конечно, активный у вас, но ничего страшного, я вам сейчас нанесу очень хороший плотный тон. Вообще-то, кстати, лямэ. Дорогой, да. Да, дорогой, конечно. У меня вообще вся косметика люкс, но вы, я думаю, что сами по цене понимаете, да, потому что стоимость макияжа и та очередь, которая у меня, ну, как бы, обязывает пользоваться исключительно только люксом. И, в принципе, я, честно говоря, считаю, что визажист, который работает на масс-маркете, это, ну, не визажист. Ну, не визажист, и не может визажист. Ой, ой. Что такое? Под глаза так наносит, да? Да, конечно, конечно, конечно. Ну, потому что у вас синяки, просто корректор, он не перекроет один, поэтому-то нам обязательно нужно проработать. Ну вот, я считаю, что визажист, который работает на масс-маркете, ну, это просто неуважение к профессии, к клиенту, поэтому исключительно только люкс. А как давно вы работаете визажистом? Ой, очень давно, уже три года. О, да, у меня большой стаж. Поэтому у меня много звезд красится, то есть, как бы, дом-два девочки, поэтому я вас требую. Нанесли, да? Да, конечно. Я даже по телевизор показываю. Ну, вот мы вам то нанесли сразу же, вообще лицо преобразилось, все мешки убрали, купероз нейтрализовали, прям вообще как эффект фотошопа получился. Вот другое дело, вот теперь вам точно не 55. Не, не 55, не 48. Ну, не 48, да-да-да, уже сразу же минус 10 лет, супер прям. Я довольна. А можно в зеркало посмотреть? А, не надо. Это консилер, да? Да, погнали дальше. Сейчас я вам сделаю технику голливудскую. Я буду выглядеть, как голливудская звезда? Ну, наверное, наверное, наверное. Вы так немного наносите, да? Ну, милая, так все наносят, вы что? Это же голливудская техника. Вот мы сейчас выступим. Вы знаете вообще, кто такая Ким Кардашьян или нет? Не в курсе, наверное. Ну, да, в принципе. Ну, вот это как раз-таки макияж мы делаем, как у нее. Вот она прям очень круто все это делает. Ну, просто мы же будем, он будет видеть меня близко, чтобы, ну, как бы все естественно было. Так может, это проестественность все, но... Просто, понимаете, что будет лучше естественно смотреться? Чуть-чуть консилера под глазами или морщины? Как думаете? А морщины не будут от консилера больше, глубже? Кто вам это сказал? Ну, вот откуда это? Я просто там проходила обучение. У кого? У Жанны Санжак. И вот она там, ну, учит так аккуратненько, немножечко все так, чтобы это естественно было. А вы у меня пройдите обучение? Вы тоже обучаете? Конечно. Конечно. У меня очень много людей уже отучилось, целых 30 человек. Я запишусь к вам, да. А можно в зеркало все-таки посмотреть? Попозже, попозже. Сейчас не мешайте мне, потому что сейчас очень важный этап это кремовое моделирование лица. Вы знаете, что это такое? Ну, что бы... Ну, откуда вам знать, конечно. Я сейчас вам все расскажу. Дело в том, что когда происходят возрастные изменения, у нас появляются брылии, вот как у вас, как вы сейчас видите, нижняя часть лица поплыла. Поплыла. Плюс у вас достаточно длинный нос, который хочется сделать чуть-чуть короче. И вот тут вот он у вас вообще широкий. Мы сейчас это все замаскируем. У вас вообще может быть кто знает, я через полгода буду собирать вас на свадебный макияж. А зачем скульптурирование мне? Ну как, зачем? У вас овал поплыл. Это, во-первых, это модно. Во-вторых, нам нужно исправить возрастные изменения. Это же лифтинг-макияж все-таки. Давайте не будем забывать про это. И вот вы говорите, натурально-натурально. Ну как мы натурально к нему придем, если у нас брыльи висят? Будет вам счастье. О, и носик короче стал. Ну вот, мы закончили, исправили ситуацию. Подбородочек сейчас. А зачем подбородок-то затемнять мне? Ну, чтобы его короче сделать. Так мы же хотели брыли, чтобы сделали поменьше. Так мы их и сделали. Так вы сделали и брыли поменьше, и подбородок поменьше. Тогда зачем подбородок тогда еще? Ну как, зачем бы, затем? Я профессионал, я знаю, что я делаю. Ну, казалось, что это немножечко нелогично. Ну, вам казалось, милая моя, ну что, ну... Не переживайте, я думаю, что вы просто волнуетесь. А зачем вы мне опять под глазами кисточкой делаете? Ну, просто очень любопытно, но вы же все-таки профессионал, поэтому я очень хочется, когда вы работаете... Ну, вы сейчас скажете, что я в зеркало, хотите посмотреть. Вообще-то да. Забудьте. Сделали моделирование кремовое, а сейчас сделаем сухое. Не будет ли перевод? Не будет. Так, сейчас я вам буду делать бейкинг. Наверняка не знаете, что это такое. Ну, знаю, это как бы такое запечатывание, да. Молодец, молодец, пятерка. И пи-пи-почирка. Мне казалось, что для возрастного лица лучше поменьше всего этого наносить, чтобы, ну, понижнее как-то. Откуда у вас эта информация вся? Я проходила, представь. Там и одного, за шестом, обучение. Ага, и что? Ну, как бы она учит, чтобы... Ну, а чего вы тогда сейчас сами макияж не сделаете? Ну, я решила, что можно хотя бы раз в жизни довериться мастеру. Ну, вот и доверьтесь. Так, ну вот супер. Вот это я понимаю, лифтинг эффект. Так, сейчас моделирование сделали, теперь чуть-чуть уберу вам поры ваши. Это поры такие широкие, как кратеры, прям паукана. Так, чтобы заматировать это, чтобы жирный блеск не был. А теперь добавим хайлайтера, чтобы вы блистали, блестели, всё. Так. Ну вот, у нас зато носик ровненький стал, заблестел, прям как у Ким Кардашьян. Ну, всё, супер, лишнее заматировали, тут блёсток добавили, всё, огонь! Не женщина, а огонь, что очень сильно изменилось. Ну, у вас как минимум минус 10 лет, ну, то есть, сравнивая с тем, как вы пришли. Самое главное, чтобы было всё очень естественно. Бровки. У вас брови редкие, конечно. Ну, перманент не хотели сделать? Ой, я смотрю там на некоторых, не всегда так красиво, поэтому боюсь, если честно. Ой, не надо бояться, кстати, приходите ко мне, я вам перманент сделаю. А вы перманент делаете? Вы прямо универсальный человек. Да. Брови я люблю, чтобы тоже так было очень естественно, натурально, чтобы не было какой-то злой женщины. Смотрите в зеркало. Я вам сейчас сделаю широкие брови, потому что всё-таки хочется немножечко лет брать, и это будет такой у нас baby face. Широкие брови придает молодости. Почему, baby face? Мы же только что моделирование с вами делали. И что? Ну, скулы как у Ким Кардаши, она совсем не baby face. Ну, одно другому не мешает. Ну, ладно, доверюсь вам. Ну, да, на самом деле мы уже с вами делаем целый час макияж, мы могли бы как-то давным-давно расслабиться и получать удовольствие. Ой, а я могу даже за 15 минут сделать себе. Ну, если это тот макияж, с которым вы пришли ко мне, то понятное дело, что ты там делаешь 15 минут. Нет, не то, да, то там я просто чуть-чуть себе тона сделаю, ну, чтобы личико выровнять, а так я делаю... Ну, и чтобы вы выровняли, нет, не выровняли. У меня стандартное время макияжа, которое я делаю клиентам, это полтора часа минимум. Так, ну-ка, посмотрите, зеркало... Зеркало так далеко, что... Ну, это мне нужно для симметрии, потому что у вас, конечно, очень кривые брови от природы, нужно нам их прямо сделать максимально ровными. Ну, мне кажется, у всех уже от природы асимметрия пришли. Ну, и где там красота вы... Так, сейчас, мне кажется, это естественно. Ну, естественно, но... Это не про красоту, сейчас я ровненько все сделаю. Так, тут у меня два, значит... Ну, не хотела бы, чтобы получилось какое-то, знаете, такое мертвое лицо. Говорят, что если... Ну, это же живое? Ну, да, да. Вот когда абсолютно асимметричное лицо, оно считается как неживое. А где вы учились макияжем? Миланая саморода! Да ты чего? Сейчас это не проблема обучиться этому искусству, собственно, вообще я родилась талантами. Сейчас к самому сложному в вашем макияже, конечно, приступаем. Это глазам. Вот, посмотрите прямо. Так, ну, смотрите, вот у вас все-таки глаза маленькие, века нависшие. Надо как-то исправлять вот эту ошибку природы. Поэтому я вам сделаю натуральненький макияж, но интенсивно, потому что иначе, иначе это не исправить. Вот, посмотрите. Ну, вы видите? Ну, вы сами это должны понимать. Я вижу, там очень далеко зеркало, просто я... А можно я подойду поближе, посмотрю просто? Ну, попозже, чуть-чуть, но мы уже почти заканчиваем. Я вам сейчас сделаю коричневые тени. Я люблю коричневые. А поверх сделаем синие яркие стрелки, ну, чтобы у вас хоть какое-то перекликание было с одеждой, потому что иначе... Что? Ну, иначе как-то кофточка не особо считаться будет. Ну, вот. Когда делается макияж глаз, очень важна композиция с одеждой. Посмотрите, в зеркало. Ага, вот зеркало. Отлично. Вот у вас тут кругленький глаз, и вот тут вот пятнышко тоже кругленькое. Мне кажется, как-то, чтобы не было очень яркой макияж. Ты чего не переживаете? Ну, я хочу, чтобы он меня узнал, чтобы, ну, как-то все-таки такая встреча должна быть трогательная. Ну, во всяком случае, в моих мечтах. Вы давно одна? А что, это важно? А что заметно? Вот я уже заканчиваю стрелочку. Так, ну-ка, посмотрите. Ну, не видно же. Ну, вот, вы хоть на человека стали похожи. Вот это я понимаю макияж. Я настаиваю приклеить ресницы. Нужно, поверьте, нужно. Я люблю ресницы очень, когда красиво накрасим. Ну, вот и все, давайте, как раз-таки, сейчас наклеим и накрасим. Будет вообще огонь. Ой, ну, только деликатненько. Да, да, да. Все, закрываем глаза. Сейчас я их приклею. А у меня, кстати, ресницы немножко тоже синими. Ой, это немного будет? Не-не-не, красиво будет очень. Так, ну все. Ага, сейчас вторую. А-а-а-а! Дорогие девушки, я приглашаю вас на свой мастер-класс. Я хочу нас всех собрать, девочек, которых интересует красота, и поделиться своими знаниями. На мастер-классе я покажу новые тенденции, и для вас обязательно будет сюрприз. Это не просто так вот, сейчас модно вот это, либо вот это. У меня немножко своя версия, своя психология, и без психологии здесь вообще не обойтись. Поэтому я расскажу вам, как чувствовать себя более уверенно, за счет того, что вы будете знать все премудрости, красоты. Я покажу на мастер-классе на нескольких женщин, я выберу вас из зала, я не буду готовить заранее моделей. Именно вы можете стать моделью, на которой я покажу, как можно буквально за 5 минут сделать шикарный образ и выглядеть при этом красиво на свой возраст, а если вы желаете, может быть даже и чуть помоложе. Поэтому я жду вас на своем мастер-классе, все подробности под этим видео. Что? Шамаханская царица просто. Что-то как-то немножечко некомфортно. Ну, натурально. Да! Я не очень люблю ярко губы делать. Я вам сейчас тоже по тенденциям сделаю губы, а очень важно сейчас такие в моде губы пирожки. Пирожки, ты что пирожок съел? Ну, почти. У вас они просто тонкие, поэтому мы их сейчас увеличим, плюс, как я говорила, в самом начале у вас поплыл контур в силу возраста, поэтому мы сейчас сделаем их почетче, и по тенденциям моды сейчас делают коричневые губы. Он даст объем дополнительно, они будут, как у Джей Ло, как у Джей Ло, точно, точно, точно. Вы знаете, какая Джей Ло? Ну, конечно. Ну, вот, вот, сделаем, как у нее. Губы естественные. Ну, да, естественно. Ну, как бы я помню, что в самом начале говорили о том, что вы хотите естественный макияж. Мы уже почти закончили. Ну, вот, посмотрите, по времени как раз-таки в два с половиной часа уложились. Очень хорошо. Что-то немножко тут тянет. Тянет? Угу. Ну, перестаньте чуть-чуть попозже сейчас. Вообще не краситесь, не владеете никакими знаниями макияжа, поэтому вам просто непривычно. Ну, почему же? Я проходила обучение, я все-таки немножко знаю. Ну, понятно, что для такого вечера я хотела, конечно, что-то особенности. Ага. Просто такой характер, я достаточно застенчивая, и когда мы познакомились, ему как раз очень нравилось, что я такая робкая, мягкая. Все прекрасно, конечно. Что с прической-то делать будем? Давайте кудри. Ну, давайте-давайте-давайте кудри. Ну, так как бы чуть-чуть объем как-нибудь. Я знаю, сейчас сделаю вам самую модную прическу этого сезона. Так, ну вот, сейчас вопрос. Ну, сейчас хотя бы я могу уже посмотреть. Ну, конечно, все. Вот теперь у нас полностью готов образ. Супер. Да. Смотрим. Я похожа на монстра. Вы считаете, что он меня узнает? Вы похожи на Джей Ло. Ну, я не Джей Ло. Я не Джей Ло. Я не Джей Ло. Кошмар. Ну, это же не я. Кошмар. Ну, что значит не вы? Ну, вот сейчас так Джей Ло ходит. Сейчас ходят так все блогеры с таким макияжем. Ну, нужно быть в тенденциях. Ну, что мы с серой мыши с вас будем делать? Нет, я все понимаю, но я хотела бы быть собой. Я не хочу быть как Дженнифер Лопес. Я не хочу быть как модные блогеры. Я хочу быть собой. У меня задача была поставлена вам, чтобы я была похожа сама на себя. Я же вам сказала, я люблю натуральный макияж. А это что? Для меня это натуральный макияж. Зачем мне такие ресницы? Потому что у вас веки нависшие. По-другому это не исправить. Ну, не такие уж они у меня и нависшие. Что, во мне совсем ничего красивого нету? Что нужно делать вот это все? Волосы у вас красивые. Ну, что за прическа, как у 15-летней девочки? Почему у 15-летней девочки? Ну, что тут не так? Вот объясните. Но я выгляжу как дура. Глупая дура. А я не глупая, и я не дура. И я так ходить не буду. Забирайте свои ресницы. Спасибо вам большое. Я сама себе сделаю макияж намного лучше. Наташа, привет. Слушай, это ужас какой-то. Из меня просто сделали трансвистит. Я похожа на какую-то бабуюгу. Причем очень старую. Я не знаю, что мне делать. Но он меня точно не узнает в таком виде. У меня какие-то безумные ресницы. У меня тонный макияж. Я посмотрела себя в зеркало. Я просто ужаснулась. Я постарела лет на 10. Это какой-то кошмар. Я просто сейчас поеду домой, и мне придется все это переделывать. Я не могу, чтобы успеть хоть как-то привести себя в морский вид. Все, пока. Он меня точно узнает. Я в предвкушении. Я побежала.